В Швейцарии мы ходили в ресторан с двумя детьми и, знаете, вот так вот сидели все время, тише, 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 как мышки. Швейцария не всегда такая солнечная. Всем привет, вы на канале Олеся Винклер и сегодня очень интересное видео, где я сравню свою жизнь в Швейцарии и в Калифорнии. Многие мечтают приехать в Швейцарию, миниатюрную, элитарную, такую чистую, такую засекреченную в каком-то смысле страну. Также многие мечтают попасть в Калифорнию, потому что известно, что это очень красивый штат, очень теплый, это штат, в котором рождаются самые прогрессивные американские технологии, это Кремниевая долина. Так что это две достаточно уникальных точки на карте мира и сегодня я сравню их по разным параметрам. Уже по хорошей традиции ко мне присоединится мой муж, американец Питер Винклер, который также поделится своим мнением о том, как ему жило в Швейцарии как американца. Начнем с краткой предыстории. Я замужем за американцем, мы с ним познакомились в Москве, потом поженились, переехали в Прагу, в Чехию, потому что он там работал. Получил предложение от частного швейцарского банка переехать в Швейцарию и работать там, поэтому мы подумали и решили попробовать. В Швейцарии родилась моя вторая дочка София, я также в Швейцарии закончила программу MBA по коммуникациям в университете Лугана в итальянской части. Поступила я на нее до того еще, как мы переехали в Швейцарию. Через чуть меньше, чем полутора лет проживания в Швейцарии мы уже переехали в Лос-Анджелес, потому что контракт моего мужа закончился, мы искали новые возможности и так оказались в Лос-Анджелесе. Итак, начнем с очень простой вещи – климат. На всех швейцарских буклетах Швейцария представлена такими красивыми картинками с невероятными горами, с лугами, всегда солнечно. Видите, зеленые живописные луга, коровы. Когда мы жили в Сурихе, к сожалению, пришло быстрое понимание того, что Швейцария не всегда такая солнечная. When I think about Zurich and Switzerland, I think about beautiful mountains, but it's raining almost all the time. In fact, I lived in London for three years. I thought it rained a lot there, but when I moved to Zurich, I realized it rains way more. And I actually looked it up, and Zurich has the most average rainfall of any city in Europe annually. When it's not raining, it's kind of humid, because Zurich is a city that's built around a big lake, and then it's got mountains around the outside. So it's very pretty, but what happens is you have this, like, bowl effect. The heat comes off the water, it's humidity, it's building up in the bowl, and then it rains hard for a pretty long time, and then it repeats the cycle. And if my most common accessories are in Los Angeles, it's очки and kipka, because there is a lot of sun, then in Zurich it was a kind of kind of like a djardewik with capuchon and resinous shoes. And quite a standard picture in Zurich is, let's say, for example, the kids who are going to go to the side or the side with all so many groups, in djardewik, in shoes, in the sand, and then it's all right, because if you wait for a walk, if you wait for a walk, because if you wait for a day, until the djard is to finish, you can't go to the walk. Of course, in comparison with Zurich, in Los Angeles it's all right on the other. Now it's already 4th month, when we are waiting for the rain, there's a lot of sun, and in Los Angeles, of course, climate more pleasant and definitely wins. And compare it. Of course, Samaritan数 Fest is looking for the Community through is, 170 and evidently the 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 закрытая страна и на самом деле одной из целей этой страны является поддержание вот этой уникальности миниатюрности этой закрытости это литарности поэтому швейцарцы ну честно говоря в сердце вообще не любят иностранцев им не хочется чтобы иностранцы пачками приезжали достаточно сложно иностранцу получить работу в швейцарии для этого нужно реально доказать что вы специалист которых не швейцарцев да и тогда вас как бы возьмут поэтому собственно достаточно логично что в своей жизни как иностранец вы по крайней мере сначала особенно когда вы не знаете язык вы это сильно ощущаете the feeling when you move to zurich and you start spending a lot of time there interacting is kind of people are very neutral like the country is politically they don't want to offend you but they're not very warm or open there they're kind of closed and they're hard to connect with hard to get on the inside of on the positive side in zurich people are speaking english so even if you don't know german or the swiss german which is very specific type of german you're fine speaking english so that's no problem but making a connection making a deeper connection getting to know people well is is more difficult southern california the sunny climate the warm weather i think it does have an impact on the mood the mentality the style of the people they tend to be pretty informal very laid-back сарцы не улыбаются они могу сказать что супер доброжелательно немного настороженно когда они видят что вы иностранец когда вы говорите на каком-то другом языке к этому отношению нужно привыкнуть часто очень на детских площадках мы сталкивались тем что эти ребенок хочет покататься на на качелях и мы стоим и вроде понятно что мы же ждем до качелью она никак не может освободиться вы швейцарец катается и катается катается и катается катается и вот например москве у меня никогда не было такой ситуации есть определенный этикет поведения на площадках то понятно что родители уступают друг другу качели спустя какое-то время в швейцаре было так сначала я думала что ну может быть это кажется мне даже когда мои родители приезжали из москвы просто гуляли вот со своими внуками они честно говоря часто возвращались в таком же шоке и говорили что слушай я не понимаю почему такое странное отношение чему родители смотрят свой телефон дети гуляют сами все заняты с собой все довольно холодные все как бы заботятся о себе менталитета которому нужно очень сильно привыкать what i find in zurich is that it's it's smaller there are less people and you have less ethnic diversity and you know more more white european people here it's very colorful and there's a lot more diversity i do find though that the general level of intellect and you know people you meet is pretty high you know there's a lot of intelligent uh worldly people in zurich in southern california it's a real mix you know you have some very intelligent worldly people you have you have lots of other people and it's just very big and very disorganized uh whereas zurich is nothing if not organized когда мы приехали в калифорнию это было просто вот по сравнению швейцарией как небо и земля улыбчивые люди они говорят тебе хай когда они гуляют на улице делают комплименты твоим туфелькам или сумочкам что-то щучукается своими детишками в швейцарии мы ходили в ресторан с двумя детьми и знаете вот так вот сидели все время тише 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 как мышки потому что рядом сидели такие вот чинные швейцарцы было понятно что наш любой чих или писк ребенка для них просто катастрофа и мы чувствуем себя в ресторане довольно некомфортно здесь вы можете прийти и шуметь здесь большие рестораны здесь все будут шутить и знакомиться с вашими детьми то есть отношение конечно другое здесь в общем то вообще никого не волнует что вы иностранец поэтому никто не будет прислушиваться к тому что вы говорите по-русски или делать вот такие глаза и какой-то странный язык у него как у меня встречалась в швейцарии вот поэтому конечно калифорния как еще к тому же очень солнечный такой очень чил расслабленный штат это в каком-то смысле полная противоположность такого чопорной и строгой швейцарии надеюсь вы продолжаете смотреть это видео и хочу сказать что если вам интересно узнать о швейцарии глубже серьезнее и довольно детально по таким моментам как медицина образование учеба швейцарском университете продукты и многие другие вещи вы должны обязательно подписаться на канал прекрасной девушки лизы пуставгар жаль что я не была знакома с лизы когда я поживала швейцарии потому что тогда моя жизнь была бы конечно гораздо проще понятнее и просто даже веселее подписывайтесь на лизу я сильно это рекомендуем им качество инфраструктуры что очень интересно потому что хотя мы прожили швейцарии совсем недолго но мы привыкли к тому что качество многих вещей уровень того как оказываются услуги он довольно высокий что я имею ввиду когда мы искали квартиру чтобы снимать было понятно что большая часть квартир они свежеперекрашены в них новые кухни у них очень хорошая сантехника то есть а вы попадаете уже в свежую квартиру идут постоянные инвестиции в качество жилья это касается также здесь очень хороших швейцарских дорог везде чисто то есть вы привыкаете к тому что до уровень инфраструктуры довольно высокий а когда мы приехали в америку я честно говоря просто была в шоке от того сколько много в америке даже в калифорнии старые инфраструктуры вы начинаете сталкиваться с этим прямо сначала когда вы прилетаете в аэропорт потому что в америке большей части аэропорт в очень старые древние в это видите также когда вы сталкиваетесь опять же с арендой жилья потому что понятно что много жилья сдается в очень среднем состоянии. Владельцы неохотно хотят инвестировать в это жилье. Можно увидеть довольно-таки часто в Калифорнии старую обшарпанную сантехнику, средней кухни. Сейчас сравним такую вещь, как, например, в Калифорнии старую обшарпанную сантехнику. Теперь сравним такую вещь, как, например, разнообразие товаров, ассортимента. Швейцария маленькая страна, она продвигает свое, свои продукты, свои лекарства, свою одежду. Более того, Швейцария держит очень высокие цены на товары, мало конкуренции. Я это видела и в детских товарах, и в продуктах. Но я помню, когда я пришла в аптеку и спросила Coldrox, я просто была ошарашена тем, что в Швейцарии Coldrox нет. Я думала, как же так, Боже, Coldrox вроде везде есть. Швейцария не хочет продавать другие препараты, она должна продвигать свою продукцию. В Зурех, всё маленькое, и они имеют меньше. В Зурехе есть меньше, чем у нас. Поэтому есть меньше choice, есть меньше, чем у нас, и меньше, чем у нас. И, в Зурехе есть очень близко к Германии. В Зурехе есть очень близко к Германии, в шипе, чем у нас. В Зурехе, где оченьughter, где нужно взять среди видов, чем у нас. В Зурехе есть более удобная, чем у нас единица, более конкуренция, к Германии. Есть очень хорошие распространения. Горсери цены по сравнению с Зуром, чем у нас в brigанах, а у нас есть хорошие по списке минус цен. Однако в FPS, в Швейцарии, наLeюе, и цено, конечно, у нас есть еще хлопот, Многие люди в Зуре, многие люди, будут идти на землю и в Германии, чтобы получать мясо. Потому что мы говорим о более 50 французских французских, за половину кило, вилка. Вы знаете, выжившие цены. И в Германии цена будет более половина. Вы знаете, более под половиной. Люди говорят, как мы берем их векенд-трип в Германию, чтобы получать мясо. После этого, когда я приехала в Калифорнию, я могла найти все. Я могла найти и американские, европейские бренды. Есть русские аптеки, где даже можно найти русские таблетки при желании. То есть, конечно, в плане широты выбора, разнообразия цен, Америка однозначно выигрывает по сравнению с Швейцарией. И вы можете купить вещи, которые высокого качества, высокого уровня. Или вы можете купить среди, что все хорошо, и цена хорошая. Или вы можете купить очень дорогие, кромбовое. И тогда, опять же, это открыт 7 дней в месяц, практически. Так как в США, где вы действительно будете планировать эти покупки очень хорошо. Американская, вы имеете в виду много комбинации, и доступа к гостям, и доступа к гостям, и доступа к гостям. И так же, как в США, вы можете купить эти продукты. Они, знаете, у них есть магазины, которые закрыты на неделю. Примерно все закрыты на неделю. Многое закрыты на неделю и на неделю. В Америке это не слышно, но в Свитцерландии это просто способ жизни. Они закрыты магазины, они уходят на море, они уходят на неделю. И это просто принимается. Очень забавно, но в Швейцарии, например, иногда хотелось покушать пельмени. Я же русская, и вообще-то пельмени любят мой муж и американец. И вот в Швейцарии я нашла женщину, которая лепила эти пельмени. Где-то, как обычно, она жила не в Сурихе, а в маленькой деревушке. Я договаривалась, я ехала в какую-то определенную точку на такси. Ну, потому что у нас не было в Швейцарии машины. Они, кстати, стоили безумно дорого каких-то огромных денег по швейцарским меркам. В Америке, для сравнения, да, у меня в пределах 10 минут на машине есть прекрасный супермаркет Джонс, где есть огромный выбор, скажем так, русских продуктов. И пельмени, и вареники, и сыры какие-то адыгейские. Я просто еду и покупаю полную тележку. Надеюсь, что вам было интересно. Это все, что сейчас. Но, на самом деле, на том, что мы делаем парт 2, где мы собираемся сравнивать в Сурихе и в Сурихе, и в Сурихе, и в различных других местах.